Вот такого, настолько мне кажется, любимого болельщиками игрока, хотя у нас все любимые, но вот Заза всегда любили особенно. Заза Джанаши, аплодисменты. Вот кто из молодых наших не знает болельщиков, именно Локомотив впервые выиграл первым из всех клубов, первый тропей, первый кубок СССР. До этого ни кубка в Российской империи, кубка страны среди клубов не разыгрывалась, ни в Советском Союзе в 1936 году был именно первый, и именно Локомотив стал его обладателем. Вот, нашу, я играл в это. Да, самый красивый. В то время. Самая хорошая, красивая форма в то время. Да, фартовая. Но надо все равно к этому стремиться, то, что было тогда, в любом случае, надо что-то делать. Такие матчи, когда Юрий Павлович говорил, на базу, да? Все, да, было. Еще как было. Много раз было такое. Когда плохо играли, уже все на базу собирались. Ну, кстати, после хороших матчей я тоже, по-моему, был как-то на базу. По дороге остановимся где-то. Да, такой тоже был. В Ладцевте ворота, по-моему, был, да? Нет, в те. Где, да? Да. Да, вот там, туда, в сторону ты ушел и пробил, в общем, 99-й год, полуфинал, и вот тот гол, который точно... И жалко, чтобы они, видишь, там 0-0 сыграли. Да, вот тогда опять действовало вот это правило гостевого гола. Здесь 1-1, там 0-0, и получилось, что Ладцево прошел финал и выиграл. Кубок, естественно, потом, потому что Ладцево тогда была практически... Сборная мира была. Сборная мира. Там Мончини, там все. А там тогда никто не ожидал, что мы так сыграем. Но наш характер, вот, локомотивский, мы тогда показали им, что это такое. Поэтому и сыграли так. Все потому что Локомотив – чемпион. Да, чемпион. Кемпион и обладатель кубков, поэтому... Ну да, Локомотив всегда был кубковой командой. Ты тоже уже успел, да, когда в таком виде здесь был? Да, успел. Чуть-чуть. Застал немножко, да. Хотя раньше по-другому, да, там было вот как бы с левой... Снизу, да, снизу. Одна команда выходила с этой стороны, другая с этой, да. Чтобы мы друг друга не видели. А сейчас вот так стоят. Это опасно, да. Ну, на других стадионах, когда ты играл, наверняка тоже такое было. Были какие-нибудь, может быть, случаи, помню, что перед игрой начинали ругаться немножко, нет? Ну, чуть-чуть так, но не так. Просто зачем ругаться, когда можно на поле ругаться. Лучше там, чем здесь. Да, и ты действительно всегда это блестяще доказывал. Да, поле сумасшедшее. Лучшее в России. Да. Хорошее. Просто болельщиков не хватает. Надо чуть побольше локомотивов болельщиков. Вот это... Ну, не все ходят. Да, здесь не могут попасть. Это самое плохое. Я то, что сейчас я видел. Сейчас нынешние футболисты тоже должны понять, что футбол – это для болельщиков. Это не для них. Ну, да, это средства, там, что-то, зарплата, что-то. Ну, это не значит, что-то. Это только для болельщиков. А мы хотели, чтобы все время хорошо, и чтобы болельщики шли, шли, шли. Без болельщиков футбол не бывает. Это... А кульбит твой знаменитый тоже для болельщиков? Ну, конечно. Это же радость. Почему? Потому что я потом, когда, ну, там, ходил что-то, все маленькие тоже бегали и смотрели. Вот он там кульбит делает, вот он голов забивает. Ну, это же все, ну, для маленьких. Не для всех, для людей. Это же для людей вообще. Для команды. Ну, где-то это и начали болельщики. Ну, да, вот. Да, для болельщиков. Других команд говорили, что специально приходили на лотомотив, чтобы посмотреть, как кульбит за нас. Чтобы посмотреть, как кульбит, да, сделать. Я даже, вот когда мы закончили, сбору СССР тоже играл. Здесь, ну, ветеранов. Мне приглашали. Почему? Они мне давали там гол забыть и кульбит сделать. Ну, там, день города, когда было, что-то куда-то уезжали. Ну, это же все для болельщиков, для народа. Это не для нас. Да, так что, надеюсь, да, мы этот кульбит еще увидим сейчас. Мне больше всех пенявин нравится. Пеняев очень скоростной, такой хороший. Хороший маут, так скажем. Чем ты даже похож, да? Ну, он такой маленький. Просто ему силу надо чуть-чуть прибавить. Но он хороший. А я там 9 килограмм скинул в Корее. Когда приехал, потом товарищская игра была в Сочи, как раз мы в хосте были, по-моему. И сразу же как раз Петрович меня встретил и сразу туда. Я говорю, как? Я сейчас прилетел. 9 с половиной часов летел, говорю. 10 часов. Куда? Мне сейчас надо в Сочи лететь, говорю. И улетел. А там, оказывается, товарищская игра. Меня так толкнул защитник, что вообще на трибуну там бросил. А Павел так смотрит. Ярдашвиле говорит доктору, а что с ним говорить? Это небесное. А что с ним говорить? Доктор мне спрашивает, что с ним? Я говорю, у меня сил нет. Вот 9 килограмм бросил, говорю, сел нет, не могу играть, не бежать, нечего. И Павел так смотрит доктору. Пусть кушает. Покормите его. Не надо, говорит, на диету садиться. Павел очень убедился, за который часто, я так понимаю, говорил, что надо немножко похудеть. Убедился, не надо. Самое интересное, что просто, ну, правда был лишний вес, и все время вот это была проблема. Но с этим лишним весом я же мог играть. Не то, что не мог, а мог. Мог играть, мог забивать. Да, мог забивать. И самое интересное. А? Ну, у меня тоже надо чуть-чуть, чуть-чуть, надо, чтобы крепким стать. Грузию на месяц. Да, и все, больше ничего не надо. Там хотя бы улы, шашлык, все будет. Нет, самое интересное, вот сладца, когда играли, ну, нас там взвешивали, начало игре, и у меня было два лишних килограмма. Как я помню. И Павлович, там, в сумму сходить, доктору кричит, ты что, как вы там дали ему это, то, все. Я говорю, Павлович, что нормально будет, ничего там. Ну, я там должен был 75, грубо говоря, там, а я 78, ну, там, 3 килограмма лишних. А я лучшую игру сыграл, ну, сладца там, еще забыл, то, все. И Павлович, там, собрали нас на базу, там, все хорошо. И доктору говорит, пусть будет 78. Оставьте, не надо, 3 килограмма сбивания. Так я скачал и штрафа, и всего. Там 100 долларов или что-то было за килограмм штраф, лишний вес. После такого гола, конечно. Да, уже там, так и остался 78. Так что, футболист, да, если забивает нападающего, ему все прощается. Павлович так все хорошо объяснял, мы даже сами понимали его. У нас спокойно, никаких этих не было. Но самое интересное, мы сами футболисты тоже той игры собирались там на базе. Ну, мы и так на базе были собирались, но мы там 5-6-7 человек собирались и обсуждали игру. Как, что нам надо было делать. Ну, там Лосков, я, Чугайнов, капитан, ну, все игроки, защитники. Просто собирали и знали, что, да. Как вы говорите. Да, и мы знали, что надо было нам делать. Вот из-за этого там у нас хорошая компания была, очень хорошая. Да, с Чугом хотелось бы, это наш великий капитан, правда, хороший капитан, который у нас был в команде. Ну, все время приходили к Чугу, ну, что там, Павлович, скажи, что-то там вот так, ну, просто впустит там. И Чугайнов ходил, он был как второй тренер там, как-то в команде у нас. Ну, капитан так и должно быть, он же решает все. У нас был такой дух тогда, правда, вот Локомотивская, так создал там Филатова и Семин, вот это вот. Все от них же шло. И вот этот Локомотив, даже, ну, не знаю, все мы, пацаны, даже вот футболисты были дружными, все вместе. Не так, я не знаю сейчас футболисты, как там, чем занимаются, но мы не ходили никуда, мы были на базе, все обсуждали там. Знаешь, как семья были, одна семья вот такая же. Куда же ходили, то вместе. Да, вместе, ну, конечно. Надо было все вместе ходить, там, 10-12 человек, почему? Если хорошо, значит, все вместе, а если плохо, значит, все вместе. Коллектив был, коллектив был сумасшедший. Даже если меня не было там, я помню, у Овчинников там звонит, ты где Грузин? Я говорю, как тебе? Отдыхать? Никакого отдыха, давай приезжай к нам там, то и все, столик всегда был накрыт. Ну, когда было. Сам пришел, да? Да. Просто форма, Локомотивы, это не средство зарабатывания, это вообще другое. Это семейное. Локомотив никогда не забыл о своих, поэтому одна семья там, все должно быть. Как стать? А, как я? Как стать? Надо много тренироваться. Надо много тренироваться. Только лок, только победа!